друзья приветствую на канале испанский экспресс сегодня хотела поговорить о выборе автомобиля в испании стал вопрос о покупке автомобиля вот так как у нас двое детей решили первый раз за всю свою историю взять семейный автомобиль вот выбирали с нескольких марок это вот по цене качество был ford c max citroen c4 пикассо вот но он немножко поменьше и да и все в принципе вот цена-качество принципе вот эти два автомобиля вот ну выбор пал все-таки в сторону ford а потому что до этого у нас был ford focus никаких проблем как с этой машины не было французам как-то сложилось так что у нас нету доверия свой автомобиль мы искали около двух месяцев в принципе как и в россии здесь распространено такое обман мошенничество в легкой форме как говорится в принципе приезжаешь когда смотреть автомобиль все сразу все сразу понятно вот первые первую машину мы смотрелись и макс была очень хорошая цена то есть не прям сели в машину и быстро поехали в валенсию оказалось там показывает какой-то друг хозяин находится где-то там за границей приехать он не может через месяц через полтора потом выяснилось что это машина банковская ну то есть как-то все это не вызвало доверие хотя машина была в отличном состоянии мы сказали что мы готовы брать давайте там документы они как-то все все это потерялись дальше на сайте по моему к час . нет вот наш нашел я пару объявлений тоже хорошая цена там в автомобиле правда там пару фотографий всего было вот я в чате написал продавцу и мне на две машины и на две машины мне пришло два одинаковых письма что якобы эта машина находится на испанском учете но она сейчас в великобритании я вам могу вышивать высоте и паромом вы посмотрите если вам что-то не понравится бесплатно и и мне отправить и ну сразу понятно что это мошенники и как бы не дальше связываться с не стали дальше наступил карантин вот тоже во время карантина штудировал я интернет очень сильно ну как бы новые варианты не попадались а если попадался хороший вариант то два-три дня и все машина уходила даже в карантин вот и в один прекрасный момент как бы рядышком тут есть город буквально в пятнадцати километрах вот я нашел ford simax как раз белый одна хозяйка девушка 2015 года машина была то есть вот один владелец и около полутора месяцев висела это объявление то есть как раз сначала карантина вот и я думаю что нам повезло как раз то что был карантин и никто к ней не было возможности доехать и приобрести потому что когда я увидел в принципе там машине салон просто в идеальном состоянии немножко там недочеты по кузову то есть вообще не страшно ну видно что машина новая и мы буквально когда с ней разговаривали и уже звонили что едут смотреть и хотят купить мы сразу договорились о цене получается 2015 год 16 дизель просила на 9 с половиной тысяч евро ну сразу мы с ней поговорили там где-то какие-то недочётики маленькие торговали 300 евро но но оформление остается полностью за мной оформление вперед вперед немножко забегу вышло нам около 300 евро договорились мы с хозяйкой на следующий день поехать в валенсию и показать автомеханику на всякий случай принципе видно было что машина в идеальном состоянии на всякий случай чтобы обезопаситься да и здесь так в принципе принято у них что показываем механику поднимаем на подъемник он делает свое заключение вот у разных механиков по-разному кто-то вообще не берет за диагностику кто-то вот до 50 евро мы нашли такого механика рядом как раз была хистория это посредник между участником и государством так сказать любые какие-то документы вопросы все решает хистор вот рядышком было как раз вот эта хистория и мы заплатили 50 евро посмотрели там буквально на ошибки подключили что никаких ошибок нету подняли подняли на подъемник что все нормально все сухо машина в хорошем состоянии вот и и уже и дальше мы уже обратились в хисторию поезд автомобиля в испании принципе не отвечая не отличается от поиска в россии такие же есть площадки типа авито автору и так далее в интернете списываемся в чате вот потому что тогда не так хорошо знали язык чтобы звонить списывались чате назначали встречу и смотрели основании далее мы обращаемся историю вот конечно у нас у меня вызвало шок и удивление насколько все просто вообще в испании оформляется покупка автомобиля за ним заняла 10 минут для этого нам потребовалось удостоверение личности прописка оригинал прописки и подрон и документ удостоверяющий что деньги продавец получил в полном объеме оплату за автомобиль я произвел непосредственно в офисе банка зачислением на счет продавца с назначением платежа что покупка автомобиля марка модель все это прописано нам дали документ с печатью тут же мы отнесли его обратно в историю буквально 10 минут сдали все документы нам сказали все спасибо 270 евро 279 евро нам вышло вот это оформление сказали все 10 14 дней документы к вам придут на почту либо сообщим вы сможете забрать их вот оригинал документов на автомобиль непосредственно у нас все и можно ехать с хозяйкой мы договорились что страховку на автомобиле на еще один день не будет аннулировать вот и чтобы мы доехали спокойно до дома и вечером уже сели спокойно через интернет застраховали автомобиль страховка вышла нам 200 евро насчет водительского удостоверения вот перед выездом из россии мы все сделали себе водительское удостоверение международного образца вот и она действует полгода со дня въезда в испании вот после этого нужно получать испанские права также как и у нас в россии нужно сдавать теорию и практику есть такой сайт будет ссылка и в описании туда тест там представлены 60 билетов по 30 вопросов которые будут присутствовать в экзаменационных билетах вот теорию вы можете учить дома самостоятельно затем оплачиваете 90 евро берете ситу для сдачи теории вам назначают автошколу куда нужно прийти место и время вот вы приходите и сдаете после того как вы сдали теорию вы можете в этой же школе или в другой записаться уже на обучение на практику можно конечно и сразу сдавать практику рекомендуют хотя бы там одну от одного-двух до пяти занятий оплатить и попрактиковаться все все экзамены и практика и теория это все на испанском языке то есть в принципе можно это как самому учить с помощью приложения переводить можно обратиться в школу есть русскоязычная школа вождения и там помогают переводят термины все правила в принципе очень похожи но есть свои конечно нюансы которые для нас немножко непонятны ну там все в принципе все разъяснят и покажут вот еще где-то я на форумах считал что хорошо бы подружиться с преподавателем дать им какой-нибудь там презент не бывает что могут замолвить словечко перед инспектором чтобы все было хорошо как говорится ну главное не перегнуть чтобы они не подумали что вы им взятку даете здесь все строго но какой-нибудь с универ чик какой-нибудь сувенир в принципе я думаю ничего такого страшного нет вот я иду кстати вот и думаем мимо машины все это видно вот потертость это для испанца вообще ничего не значит это мелочь вообще смотрели машину как бы год у него свежий ford экоспорт классная машинка но она просто я не знаю там какой-то сантехник ездил и она настолько там убитый салон что просто даже вот когда продавец сам горит я даже не хочу и мыть и заморачиваться они короче не заморачиваются но нам повезло я считаю конечно с этим карантином что мы более или менее нормально машину смогли найти конечно бывает очень сладкие такие варианты но тут очень много автосалонов и они не дремлят такие варианты уходят буквально за один день в принципе как у нас это надо если вы решили выбрать автомобиль просто мониторить каждый день вот и варианты как бы если появилась то сразу ехать и смотреть ну вот он наш аппарат 2015 года 16 дизель на механике едет очень резво кстати очень удивлен что минивэн с таким двигателем но ведет он себя очень резво за счет того что большой крутящий момент а вот такой же автомобиль наших родственников тоже выбирала полтора месяца ездили много машин смотреть но остановился он тоже на белом симаксе дизель 16 также только немножко постарше но идеальном состоянии пробег у него на момент покупки был 123 тысячи километров тоже по салону вообще никаких проблем там нету проблема была только в резине немножко была вибрация вот он поехал к механику и мы считали резину какую-то китайскую замена ступичного подшипника 280 евро хотя подшипника стоит на сайте в интернете 10 евро решилась покупкой двух скатов резины все проблемы в принципе все закончились если кому-то потребуется помощь в подборе автомобилей могу дать контакты автослесарей ну и в принципе и сам могу выехать тоже с вами посмотреть подсказать что-то на этом все всем счастливо пока пока и и и и и и и